Привет, это Навальный. Посмотрите-ка, кого это тащат в автозак бойцы Росгвардии? А здесь кого? А здесь? Кто же эти люди? Враги? Оппозиционеры? Пятая колонна? Нет. Эти замечательные мужчины тянут за руки и за ноги своих защитников и друзей. Этот ролик для вас, дорогие мои бойцы Росгвардии, сотрудники полиции, военнослужащие и все остальные люди в погонах, чтобы именно вы поняли, что мы, я, фонд борьбы с коррупцией, наша партия, те, кто ходят на митинги, на самом деле стоим на страже ваших интересов и защищаем вас от власти и вашего вороватого начальства, которое в буквальном смысле слова вас объедает и вытаскивает кусок у вас изо рта, чтобы заработать на нем денег. Итак, в России больше 340 тысяч сотрудников Росгвардии. Это такая специальная структура, чтобы защищать власть. Путин создал ее и поставил в главе своего личного охранника Виктора Золотова. Организация, чтобы их с Медведевым народ не прогнал. Организацию нужно кормить, правильно? Ну, не только форму выдавать, оружие, транспорт, жилье, а в буквальном смысле кормить. Это же тысячи молодых мужчин, и они хотят есть. Поэтому наше государство за деньги налогоплательщиков покупает им еду. Капусту, морковку, картошку, мясо, обычные продукты, из которых потом готовят завтраки, обеды и ужины в столовых. Все это закупается централизованно, никакой самодеятельности. Везде госты, стандарты и четко обозначенное качество, обхват и вес каждой картофелины. Накормить всех одинаково прилично, задача, очевидно, непростая. Войска Росгвардии есть в каждом регионе, страна у нас огромная, расстояния гигантские. Везде надо уследить за качеством, сроками, подрядчиками и так далее. Еще год назад продукты закупались у разных поставщиков в зависимости от региона. А потом начальство смекнуло, да это же здоровый кусок. Миллиарды рублей каждый год, миллиарды. Почему бы на нем не заработать? Я держу в руках постановление правительства от 2 декабря 2017 года, которым Дмитрий Анатольевич Медведев, большой друг нашего фонда, Делается все так, по принципу такого компота, значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают. Наделил фирму мясокомбинат Дружба народов эксклюзивным правом поставлять продукты для Росгвардии без каких-то конкурсов и конкуренции. И Росгвардия покупает продукты только у этой фирмы. В Крыму в агрохолдинге Дружба народов, который раньше принадлежал украинскому олигарху Юрию Кусюку, ну а потом перестал ему принадлежать. Но об этом я скажу позже. И сейчас я вам просто сравню закупочные цены на абсолютно одинаковые продукты для одинаковых подразделений до и после распоряжения Медведева. Для этого у нас есть прошлогодний контракт и нынешний. Капуста белокочанная. В прошлом году покупали по 14 рублей 96 копеек за килограмм. А сейчас точно такая же капуста для тех же самых бойцов Росгвардии покупается по 46 рублей 78 копеек. В три раза дороже. Репчатый лук. В прошлом году по 16 рублей за килограмм. А в этом году хоп, и лук внезапно подорожал в два раза до 37 рублей за килограмм. Сок яблочный восстановленный. Совсем недавно его брали по 40 рублей за литр. А после Медведевского указа по 87 рублей в два раза дороже. И по картофелю, моркови, сливочному маслу и так далее ровно такая же ситуация. И мы с вами говорим сейчас не о копейках. Сумма этих контрактов 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Сами понимаете, если все продукты подорожали в 2-3 раза, то на морковке до капусте украли никак не меньше миллиарда рублей. И не только украли, но стали хуже кормить. Смотрим на мясо. Ну надо же закупать мясо для этих здоровых мужиков. И в ноябре 2017 его покупают по 311 рублей за килограмм. А спустя 3 месяца Росгвардия закупает мясо хуже по качеству. С меньшим сроком годности. Но на 40% дороже по 436 рублей. Но чего? Им-то что не дай? Они все съедят. А нам так можно только на одном мясе загородный дом себе построить. И если до сих пор, дорогие мои бойцы Росгвардии, я вас не убедил в том, что на вашем продовольствии воруют миллиардами, то специально ради вас, ну раз уж вы носите меня на руках, приглашаю вас сходить со мной в магазин «Пятерочка». Сегодня 22 августа и мы идем в ближайший к фонду борьбы с коррупцией магазин «Пятерочка». Капуста – самый ад у нас происходит с капустой, потому что здесь она стоит, смотрите, 14 рублей 89 копеек. А вот он покупает ее по 46. Так, картофель фасованный, это уже фасованный, 17,99. Лук репчатый – 26,99, а Росгвардия его покупает по 37. Морковь весовая – 29,99 руб. А вот он покупает эту морковку по 50 рублей за килограмм. Фруктовый сок. В магазине он стоит 76 рублей за литр, а они его покупают за 87. Сейчас нам нужно посмотреть масло. Росгвардия его покупает в пересчете на килограмм по 470 рублей. Здесь есть точно такое же масло по таким же ГОСТам, и в пересчете на килограмм оно стоит 381 рубль. То есть почти на 100 рублей дешевле. Вот видите, Росгвардия закупает оптом, миллиардными контрактами продукты дороже, чем они стоят в магазине в розницу в Москве, в самом дорогом городе страны. Ну и тут, конечно, у вас возникает вопрос – Алексей, а расскажи нам, кому же достаются эти наворованные миллиарды? Ну а что же вы, дорогие мои росгвардейцы, у меня-то спрашиваете? Ну спросите у ФСБ, спросите у Следственного комитета, спросите у вашего Золотова, у его друзей Путина и Медведева. Вы же их защищаете от народа. Я-то могу вам сказать только то, что вижу по документам. Этот мясокомбинат, где все закупается по немыслимой цене, отжали у украинского олигарха в начале 2017 года. Он прямым текстом в интервью говорит – да, это был отъем. Пресс-секретарь олигарха говорит, что это сделано было структурами, близкими к руководству Российской Федерации. Да, действительно, контроль был передан, скажем так, определенным структурам, близким к руководству Российской Федерации. Ну и действительно, выглядит очень странно. Отобрали у олигарха. Сразу же навыдавали личным указом Медведева подрядов на несколько миллиардов. Россельхозбанк государственный. Открыл какие-то немыслимые кредитные линии. И прямо все вокруг стараются, чтобы вот у этого крымского комбината все было так хорошо. Ну, наверное, он должен как минимум оказаться в государственной собственности. Но почему-то собственником этого предприятия через цепочку компаний оказывается бывший офицер внутренних войск Кантемиров Борис Заурбекович. Вот он упомянут как начальник Центрального архива внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. То, что сейчас Росгвардия. То есть в прошлом Кантемиров непосредственный подчиненный Виктора Золотова, руководителя Росгвардии. Если пробить этого человека по базам, то видим, что он никогда крупной собственности не имел. Зато все последние годы Кантемиров Борис Заурбекович работал генеральным директором в структурах питерского бизнесмена Бориса Ванинского. Мы фирмы Ванинского знаем по расследованию «Он вам не Димон». Он там обменивался с Усмановым какими-то фирмами и землей на Рублевке, где в результате однокурсники Медведева возвели вот это. Еще про Ванинского я должен добавить. Давно не произносил эту фразу. Он тоже выпускник Юрфака Санкт-Петербургского университета. Так или иначе, мы абсолютно уверены, что бывший директор архива внутренних войск Кантемиров не мог внезапно стать реальным владельцем огромного агрохолдинга. Он там для того, чтобы скрывать тех, кто зарабатывает миллиарды. Ну и, дорогие Росгвардейцы, это вам на выбор три варианта. Либо на вашем мясе и капусте. Миллиарды крадут в интересах Медведева. Либо в интересах Путина, либо в интересах Золотова, вашего начальника. С учетом организации и масштаба я сильно сомневаюсь, что тут может быть уровень ниже. Одно я знаю точно. Это не те люди вас обкрадывают, которых вы бьете дубинками и тащите в автозаки. Это не те люди, кто на митинги ходят, зарабатывают на том, что вы едите худшее мясо за большие деньги. И когда вы задерживаете митингующих, вы сами делаете так, чтобы и дальше ваше начальство окрало деньги даже на вашей еде. Думайте об этом в следующий раз, когда пойдете в столовую. Уже очень скоро вас, дорогие мои бойцы Росгвардии, опять потащат, чтобы мешать митингам. Против повышения пенсионного возраста мы их проводим 9 сентября почти в 100 городах страны. И вас снова туда приведут в 6 утра и заставят стоять с троем и будут рассказывать, что вот здесь соберутся экстремисты, которые хотят развалить Россию и поэтому вы должны их разогнать. Но туда придут те, кто против воровства. Конкретно 9 сентября против того, чтобы ограбили пенсионеров. Но они и всегда против того, чтобы грабили вас. Поэтому не исполняйте преступных приказов. Помните, что если кого-то здесь и надо арестовывать, так это тех, кто узурпировал власть и уже 19 лет сидит в Кремле. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду. Если среди ваших знакомых есть сотрудники Росгвардии, или МВД, или ФСБ, или любые военнослужащие, отправьте им этот ролик. Уверяю вас, им всем закупают продукты по примерно такой схеме. После совещания в Кремле состоялась торжественная церемония. Владимир Путин вручил главкому Росгвардии Виктору Золото у знамя преобразованных внутренних войск. Реликвию, которая символизирует историческую связь поколений защитников Отечества.